Ну, уважаемые коллеги, я в принципе себя не позиционирую как представитель, скажем, левой идеи, я представитель, все-таки, так сказать, определенных направлений вузовской науки, и хочу обратить внимание на вот геополитическое положение Одессы. Вот недаром здесь был задан вопрос и такое недоумение. Одесса все-таки себя не ассоциирует с Востоком. Одесса себя ассоциирует именно с Югом, и в принципе, если посмотреть на карту Украины, то мы увидим, что фактически Украина является вот такими весами, две чаши которых вот колеблются, и точкой как раз приложения этих весов является именно Одесса. То есть она воспринимает и восточные влияния, и западные влияния, и, заметьте, по, в общем-то, своей исторической традиции, Одесса все-таки ориентирована вот на то, что связано с вольнолюбием, то, что связано, в общем-то, с позиционированием себя как города, который являлся когда-то Порто-Франко и так далее. То есть, понятно, эти традиции где-то могут немножко угасать, могут более активно проявляться, но это абсолютно четко, это абсолютно, так сказать, серьезно влияет на характер мышления в нашем городе. Кроме того, я бы хотел обратить внимание на то, что, вот, безусловно, все знакомы с новейшей историей, в частности, истории второй половины 20-го столетия. Помним, когда проходили очень довольно бурные такие европейские реформационные процессы, связанные с движением новых левок, связанные с движением, в общем-то, как бы противодействия излишней бюрократизации в некоторых европейских государствах. Я тогда еще, помню, был совсем молодым студентом, и вот, общаясь с финнами, мы были в Финляндии, обратил внимание на то, что у них огромные значки такие пластмассовые с надписью «Децентралисты». То есть, вот, децентрализаторская такая волна, она во многом была вот тесно связана, тесно увязана, в общем-то, с традицией общей демократизации духа и общей демократизации практики в Европе. Вот я думаю, что вот эта тенденция и вот такое мироощущение, оно достаточно близко и Одесситам. И еще одно такое достаточно конкретное предложение. Вот мы говорим о том, что вот Одесса каким-то образом должна более активно влиять на политические расклады в Украине, скажем, на там Восток, на Запад и так далее. У меня предложение вообще. Вот вы очень, так сказать, действительно знаковая такая фигура в средствах массовой информации, в масс-медиа. Вот, и было бы неплохо вообще инициировать передачу, ну, условно говоря, можно называть такую передачу консилиум, то есть анализ ситуации в Украине с привлечением представителей как раз региональных структур. То есть не делать это в виде очередного шоу, а в виде такой действительно трансрегиональной, такой вот аналитической, постоянно действующей программы, вот хотя бы в рамках TVI. Вот таким предложением я пока закончу свое вступление.